Казахстан 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 То, что развитие и освоение столь огромной территории в самом центре Евразии просто невозможно без стальных магистралей, вокзалов и полустанков, стало очевидно еще в конце 19 века. Именно тогда Российская империя начала строить в степных краях первые железные дороги – Среднеазиатскую и Ташкентскую. Наследник Российской империи, Союз Советских Социалистических Республик, также нуждался в азиатских ресурсах. Сначала в хлопке, а позже нужно было вывозить уголь и, конечно, руду – железную и медную. В 1928 году в Казаларде состоялась Всеказахская партийная конференция, одна из резолюций которой и стала началом новой эпохи казахстанской транспортной системы. Громадность расстояний Казахской Республики делает вопросы транспорта решающим фактором в отношении развития хозяйственной жизни страны. При настоящих условиях железнодорожного сообщения говорить серьезно о хозяйственном развитии республики не приходится. Это событие случилось всего через два года после той самой конференции на небольшой станции Айнабулаканой. Сейчас называется также в торжественной обстановке, при большом скоплении светской, сельской и рабочей публики, произошла стыковка рельсов, которые шли с севера, с рельсами, которые шли с юга. В эксплуатацию вели знаменитый Турксиб, Туркестан, а Сибирскую железную дорогу, связавшую Сибирь и Среднюю Азию. Этот момент вошел в историю еще и благодаря советской литературной классике роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Турксиб и южный участок Восточной магистрали соединили слава строителям, связавшим Среднюю Азию, Сибирью. Ура, товарищи! Турксиб явилась первой дорогой, в которой массово были привлечены к строительству и потом дальнейшей эксплуатации национальные кадры. До 40% рабочих на железной дороге были казахи. Если смотреть с этой точки зрения, то можно сказать, что Турксиб это был первой национальной железной дорогой. Все последующие 60 лет в Казахстане, конечно, строили немало различных дорог – железных, бетонных, асфальтовых и грунтовых. Но они ничем не могли помочь республике в новых геополитических реалиях. Почти все пути вели только на один внешний рынок – тот, что на севере. Транспортная сеть страны была лишь осколком никогда единой советской системы. Сеть железной дороги автомобильная была, но она не была направлена на то, чтобы соединять наши регионы внутри Казахстана. Все дороги шли в Россию и другие страны, чтобы вывозились грузы. Именно оттуда мы получали другие грузы. В условиях независимости стала необходимость соединить наши регионы с центром, со столицы. Соединить таким образом, чтобы мы могли объединить Казахстан именно в этом плане. Мы все говорим о том, чтобы производить продукцию, увеличивать темпы роста экономики. Это да, но эту продукцию надо вывести, продать этот товар, получить деньги. И так только можно улучшать благосостояние нашего народа. Поэтому, во-первых, советские дороги устарели. Они пришли в негодность, особенно автомобильные дороги. Во-вторых, у нас появились новые партнеры, как, допустим, Китай, один из крупнейших наших торговых партнеров. Другие республики, которые теперь входят в СНГ и не входят. Торговый партнер такой большой, как Иран появился. И появилась необходимость заниматься этим делом. Об этом в 90-х мало говорили, да и мало кто понял бы, но совсем безрадостные экономические перспективы государства, с запертого посреди континента, вставали перед президентом со всей неотвратимостью. Были месторождения, на освоение которых не было денег. Были вставшие заводы, которые собирались вновь когда-нибудь запустить. Было резко обнищавшее население. А больше не было ничего. Уж о чем-очема, о выходе к морю, тогда не думал вообще никто. Ну, почти никто. Это абсолютно важно для Казахстана, имеющего огромную территорию, для того, чтобы оживить внутри транспортной коммуникации, обеспечить пропуск через нас транспортных средств других государств. Для начала предстояло наладить сообщение внутри страны. Важнейшие экономические центры были оторваны друг от друга. Зерновые районы от промышленных, северные от центральных и все вместе от нефтедобывающих. Какой уж тут международный транзит. Но дороги сразу строили так, чтобы одновременно решить как можно больше проблем. Вот, к примеру, железная магистраль Шар-Усткаминогорска. Казалось бы, маленькая и незначительная. Но в 2007-м эти 150 километров рельсов впервые связали крупные предприятия города Востока с другими регионами страны. И тут, конечно, нужно сказать о людях, о специалистах, которые принимали участие в реализации этих проектов. Это действительно самоотверженные люди, большие профессионалы своего дела, которые отдаются своей профессии, профессии железнодорожных строителей, невзирая ни на какие климатические условия, невзирая ни на какие сложности. Или вот, магистраль Хромтау Алтынцарин. Ее открыли еще в 2004-м. Вроде просто соединяло два города. А на самом деле целые регионы друг с другом и с морским портом в Актау. Это делало экономику государства единым целым. Дорога избавляла от необходимости ехать через территорию соседней России и сокращала жизненно важные для республики маршруты сразу на 2000 километров. Такие объекты Нурсултан Назарбаев готов был открывать лично в любое время года. Планы же были еще глобальнее и масштабнее. Какой толк строить предприятие или разрабатывать новые месторождения, если продукцию некуда вывозить? На север, а там столько и не требуется. В Китай, а туда дорог почти нет всего одна, много не увезешь. Через Каспи и дальше то же самое. Нет маршрутной сети, современных портов и терминалов. Вопрос, кто виноват, конечно, не стоял, а вот что делать, нужно было решать и как можно быстрее. Казахстан не объедешь. С запада на восток 3200 километров. Только через нас можно попасть в Среднеазиатскую республику, через нас в Китай можно попадать и в другие страны. Поэтому наша задача увеличить транзит через Казахстан. Для этого конкурентные дороги должны быть, хорошие дороги. Железная дорога скоростная должна быть. Я это поставил перед правительством. Развить транзитные возможности Казахстана на транзите зарабатывать деньги. Это хорошо для нас, это хорошо для наших соседей, это хорошо для нашей экономики. По-настоящему за решение этой проблемы взялись в конце 2000-х. Появились ресурсы, возможность привлекать лучших специалистов, да и просто откладывать больше было никак нельзя. Отсутствие полноценных выходов на внешние рынки не позволяло экономике развиваться. Очередная стройка государственной важности началась на юго-востоке страны, неподалеку от поселка Житыген. Идея была простой. Создать новый транспортный коридор на китайском направлении. Дополнительный, но чрезвычайно важный эффект, так называемый мультипликативный. Это когда вместе с дорогой появляются новые предприятия, развивается рынок услуг и даже с нуля строятся населенные пункты. Ничего нового железные дороги с 19 века давали такую отдачу. Здесь, в этом районе Казахстана, так все и произошло. Сейчас это трудно себе представить, но еще каких-то 6 лет назад здесь была абсолютно голая степь. Все ведь привыкли, что это только Астана сразу строилась, а все остальное долго с проблемами, остановками и переносами сроков. Но здесь действительно не было ничего. Ни вокзалов, ни мостов, ни автомобильных дорог, ни жилых микрорайонов, ни, конечно, людей. А что им тут было делать? И, само собой, здесь не было главного – железной дороги. Она существовала лишь в виде чертежей и стопок документов с техническим обоснованием проекта. Широкой общественности проект тогда практически не анонсировали. Непосвященному человеку объективно невозможно оценить масштабы и стратегический замысел. Ведь работа кипела задолго до того, как заревели моторы первых экскаваторов. Фиши кабинетов проектировщики чертили, рассчитывали, спорили, искали в плане изъяны, исправляли ошибки и старались предусмотреть тысячи самых разных деталей. Ошибешься в мелочи и случится катастрофа. Требования строительства железной дороги намного, намного сложнее, серьезнее. Даже я сравню, что, может быть, к многоэтажным домам требования такие же. Я вот такой факт могу привести. Считалось нормальным рассчитывать на возможность там наводнения или появления воды, которая могла бы быть один раз в 300 лет. Казалось бы, всего 293 километра от станции Житэген неподалеку от Алматы до абсолютно новой станции Алтын-Коль на китайской границе. Но работали здесь 5000 человек. Это они возвели 28 мостов, 5 станций и 2 путепровода. То есть, по сути, еще 2 моста. Это не считая самой железной дороги и вокзалов. Дорога заканчивается как раз там, где начинается регион Суар, новый центр китайской промышленности. Казахстан – государство, находящееся в центре материка, на суше, не имеющие выхода к океанам, через океаны везти дешевле товары. Мы должны были искать пути для того, чтобы диверсифицировать транспортные сети, для того, чтобы выходить на внешние рынки. Поэтому мы очень активно занялись этим вопросом. Инфраструктура – это дорогое удовольствие. Его может делать только государство. И он быстро не возвращает свои деньги. Но мультипликативный эффект от перевозки, что эти дороги есть, очень важен. Хотя сама железная дорога уже действует, строительство в этом районе не прекращается. Здесь совсем рядом с границей возводят гигантский сухой порт. Такое тоже бывает. Оставили даже место для аэропорта. Взлетные полосы в пустыне – дело будущего, но совсем не отдаленного. Сюда будут поступать грузы как с востока, так и с запада. И здесь их для начала тщательно досмотрят с помощью специального сканирующего оборудования. Такой аппарат сразу видит, что находится в вагоне и соответствует ли содержимое тому, что написано в таможенных документах. Аппаратура способна обнаружить любой лишний гвоздик или небольшую коробку. После всех этих процедур груз отсортируют, перегрузят и полный вперед к месту назначения. Перегрузка с узкоколейных китайских составов на ширококолейный и казахстанский работает уже сейчас. Происходит это обычно вот так, если внутри состава не контейнеры, а упаковки с товаром. Или вот так, если нужно просто переставить контейнер с поезда на поезд. Железнодорожные пути к новому логистическому центру, фактически целому городу, строят прямо в пустыне посреди барханов. Местность для начала тщательно обследовали, можно ли вообще здесь строить дорогу. А сейчас уже заканчивают огромную, примерно 30-метровую насыпь. Поезда пойдут вот там, наверху. Грунт и песок для этого сооружения насыпают метр за метром, как в слоеном пироге. И затем каждый слой тщательно утрамбовывают. Есть еще один очень важный нюанс, о котором мало кто знает. Все эти насыпи, какими бы большими и протяженными они не были, нужно полностью застелить. Специальный материал называется геосетка. Она не позволяет песку осыпаться, защищает проходящие сверху составы от пыльных бурь и в конечном итоге даже меняет пейзаж. Семена различных растений попадают сюда, уже не скатываются вниз, а останавливаются в волокнах ткани и прорастают. Всего в 20 километрах от границы с Китаем работа идет почти круглые сутки. Одни бригады сравнивают с землей барханы, другие строят мосты, третий подводят к району автобан, четвертые кладут рельсы. Все рабочие – жители окрестных поселков. Проблема занятости тут больше не стоит. Здесь возвели не только вокзал, грузовые терминалы и пункты технического обслуживания вагонов. В новом поселке живут железнодорожники со всего района. Семьями, конечно. Еще недавно эта местность казалась вообще непригодной для жизни. На десятки километров одна пустыня. Теперь тут ряды коттеджи, школа, детский сад, пожарное депо, врачебная амбулатория – целый город. Вроде строили только дорогу, а полностью изменили целый регион. Местные дети, когда подрастут, даже и не поверят, что еще совсем недавно тут среди барханов гулял только ветер. Крупные компании, такие как Хьюлит Панкер, Дичи Лил, Тойота, все, которые экспортируют свои товары на рынки евразийского континента, они сегодня приняли решение о том, чтобы сформировать свою логистическую компетенцию, свои склады именно в этом месте, на СЭС-Харгос. То есть строить склады, создавать там центр дистрибьюции и уже оттуда распространять свою продукцию на рынке, допустим, России, на рынке Европы, на рынке Центральной Азии, Кавказа, Южной Азии. Просто так границу грузы, конечно, не пересекают. Нужны склады временного хранения, пограничные посты, пункты таможенного досмотра. Все это уже построили и на этом можно было остановиться. Однако существует модель идеальной транспортной системы. Свой груз, своя железная дорога, свой порт. Для Казахстана подобная схема казалась нереальной. Нет, есть, конечно, Каспий и порт Вактау, его тоже полностью перестроили и расширили, но к мировому океану он отношения, к сожалению, не имеет. После модернизации порта страна получила возможность экспорта товаров в Азербайджан, Грузию и Иран, но этого было мало. Во всем мире идет борьба за транзитные потоки. Во всем мире. И мы конкурируем. Казахстан, как страна, которая не имеет доступа к открытым морям, конкурирует с морскими маршрутами. Мы конкурируем с нашими соседями за транзитный грузопоток. Если у государства нет порта, его надо придумать. Посмотреть на карту, найти ближайший, застолбить там участок и поставить свой флаг. Все вроде просто, на первый взгляд. Долгие годы руководству страны лично президенту приходилось вести сложнейшие переговоры, доказывать выгоду, рисовать перспективы и предлагать проекты взамен. Так у Казахстана появился свой терминал в Баку, еще один на Черном море в грузинском Батуми и зерновой терминал в латвийском Венсполсе. Он открыл выход к Балтийскому морю. Еще задача стоит очень большая. Мы должны развить логистику склады. Сегодня строятся колоссальные склады, сухой порт Харгос, на границе с Китой, если вы видели, там возникнет скоро город 100-тысячный, новый, которого не было на карте Казахстана. Такой же логистика будет в Астане, такой в Чмкенте, в Алмате, в Актюбинске, на выход в Россию и, наверное, в Петропавловске. То есть там будут огромные склады, логистика такая будет, привозить будут товары туда, там раскладывать и развозиться во все стороны, в Россию, на юг, на запад и на восток. Доступа к мировым судоходным маршрутам у Казахстана не было и на важнейшем китайском направлении. Ведь это вторая экономика мира с перспективой стать первой, огромные товаропотоки, весь Тихоокеанский регион, да и просто традиционная конечная точка Великого Шелкового Пути. Переговоры шли и в Астане, и в Пекине днями, неделями и месяцами. И вот Коммунистическая Народная партия Китая дала добро на строительство казахстанского терминала в китайском порту. Вы приняли мое предложение предоставить нам территорию для строительства терминала на порте Лянь-Юньган. Таким образом, Казахстан выходит благодаря Китайской Народной Республике в Тихоокеанский регион. Строительство в пятимиллионном приморском городе Лянь-Юньган они тоже начали вместе. Нажали на нужные рычаги и все завертелось. Отсюда рукой подать до других китайских портов, в том числе Шанхая, есть путь до корейского Пусана и японской Осаке. Сюда поступают грузы из Юго-Восточной Азии, Австралии, Канады и Южной Америки. И здесь теперь есть участок, над которым развивается небесно-голубой флаг. Среди тысяч контейнеров со всех уголков планеты тут теперь немалые тех, на которых стоит такая знакомая маркировка. Уже скоро товары, которые находятся внутри, окажутся в казахстанских магазинах, на заводах и рынках. А может быть пойдут дальше, на север, юг или запад. Этим парадом грузов с недавних пор командуют казахстанцы. Эта территория площадью в 20 гектаров называется логистической базой. Одно из редких мест на юго-востоке Китая, где можно услышать казахскую, русскую и английскую речь. Этот участок и принадлежит совместному казахстанско-китайскому предприятию. Схема работы терминала проста. Сюда в порт прибывают грузовые суда буквально со всего мира. Здесь контейнеры разгружают, переставляют на железнодорожную платформу и затем составы отправляют через Китай, в Казахстан и дальше в Россию и страны Евросоюза. Именно здесь, в китайском порту Лянь-Юнган, находится символический нулевой километр нового шелкового пути. Вот отметка 4 нуля и здесь же начинается железная дорога, которая ведет к казахстанскому Харгосу. Раньше отсюда до крупных европейских городов был единственный морской путь. Теперь появилась альтернатива. Она, конечно, для поставщиков дороже, но ведь время – деньги. И деньги эти отныне зарабатывает Казахстан. Находясь здесь, посреди огромного количества погрузочных кранов и контейнеров, всего масштаба происходящего никак не оценить. На это нужно смотреть сверху. Вот настоящее возрождение шелкового пути. Колоссальный грузопоток теперь идет не только вокруг континента, но и через него – от самой восточной точки до самой западной. Тысячи контейнеров уже идут оттуда в Европу. Причем путем наиболее коротким. Если через Тихий океан Китай везти в Европу по морю, это будет занимать 45 суток. Здесь до Амстердама будет занимать 12-14 суток. Смотрите, какая разница. И этот грузопоток будет расти и расти, потому что его не было. Это найденная новая дорога, сокращение, значит, конкурентоспособности товаров, которые возятся по этим путям. Это же один вопрос, мы о товарах говорим сегодня. Люди будут ехать, пассажиры будут ехать по этим дорогам. Всем. И общение будет, обмен, культура. Это тоже очень важно. Этот гигантский транспортный коридор будет не только железнодорожным, но и автомобильным. Знаменитая трасса Западная Европа, Западная Китай, которой много кто слышал, но мало кто видел, дорога не заходит в города, тоже ведет именно в порт Лянь-Юньган. Казахстанская часть этой действительно большой дороги почти готова. Старые добрые фуры-длинномеры будут еще долго популярны, просто потому что это самый быстрый способ доставить товар в пределах одного континента. С помощью 20-метрового грузовика груз из порта в Китае дойдет до Санкт-Петербурга всего за 10 дней. Это на 5 дней быстрее, чем на поезде, и на месяц, чем по морю. Протяженность этой дороги, соединяющей важнейшие торговые центры Запада и Востока, 8,5 тысяч километров. Из них почти 3 тысячи приходится на Казахстан. Каждый гектар земли нужно сначала выкупить у владельца, затем сделать насыпь, уложить щебень и залить высококлассным бетоном, причем так, чтобы ремонт не требовался, как минимум четверть века. Главную автомагистраль Центральной Азии строят бойцы невидимого трудового фронта. Это строители Экспо работают посреди города, на глазах у всех. Здесь, иногда до ближайшего села, десятки километров. Асфальтобетонная часть нового шелкового пути проходит мимо всех городов Южного Казахстана. Козлорды, Шемкента, Тараза и Алматы. В некоторых местах, впрочем, как вот тут, у горы Козыгурт, в Южно-Казахстанской области, ни асфальта, ни бетона еще нет. Здесь сначала нужно полностью изменить ландшафт, расширить ущелья, разровнять холмы и вывести миллионы тонн грунта. Поначалу было очень много сомнений по поводу, сможем ли мы качественно реализовать этот проект. Много нареканий по поводу того, что бетон в зимнее время может себя показать на юге по-другому. Ночной и дневной перепад температур немного другой. И образуется постоянно якобы наледь в утреннее время. То есть много было технических проблем. В разное время на строительстве этой дороги трудились около 50 тысяч человек. Только на стадии проектирования понадобилось проведение сотен экспертиз санитарных, экологических, технических, археологических и, конечно, экономических. Это абсолютно необходимо. Посмотрите, по всему югу Казахстана в Актюмск выходят. Это означает, что оживает экономика и вся жизнь вот этих всех. Алматинская область, Джамбульская область, Южно-Казахстанская область, Казалардинская область, Актюминская область. То есть все эти области получат жизнь и работу, потому что это требует автостоянок по пути, это требует рестораны по пути, это требует ремонта, места отдыха. Это развитие бизнеса. То есть предприимчивые люди могут найти себе там большую работу. С какой стороны ни бери, транспорт – это сплошная выгода. Каждый сантиметр этой трассы начинается в лаборатории. И тут исследуют качество материалов, проверяют их надежность, чтобы выдерживали все, что угодно. Реакцию на температуру, аномально высокую и запредельно низкую. Высокие нагрузки, ведь ездят по дорогам не просто легковые автомобили, а тяжелые грузовики. И само собой экологичность, чтобы никому никакого вреда. Экспертам приходилось заново осваивать профессию. Так в Казахстане еще не строили. Я знаю, что наши дорожники вынуждены были где-то переучиваться, потому что пришла абсолютно новая техника, которая ранее в Казахстане не работала. Пришли новые строительные материалы, пришли какие-то инновационные материалы. Сложности тут предпочитают называть интересными задачами. Если у экспертов и инженеров их просто много, то здесь, на месте строительства, проблемы иногда в буквальном смысле заслоняют горизонт. Этот участок Тиньшанских гор на границе Жамбульской и Южно-Казахстанской областей представляет собой перевал, который продувается всеми ветрами. И поэтому его каждую зиму полностью заносит снегом. Любое автомобильное движение в этом районе останавливается. Ну, понятно, что трассе с такими условиями претендовать на серьезный международный статус просто невозможно. И тогда здесь начали пробивать туннель прямо через гору. В истории Казахстана туннель такой длины строят вообще впервые. Автомобиль будет туда заезжать и проезжать под землей примерно километр. Как раз сейчас там в глубине идут взрывные работы, и поэтому мне лучше отойти. Как и везде, победы Казахстана в большой транспортной игре здесь куют местные жители. Их нанимают не только отечественные подрядчики, но и компании из Ирана, Китая, Азербайджана, Италии и Южной Кореи. Для сельчан трасса Западная Европа-Западный Китай – это не выход к морю, а стабильная работа с хорошей зарплатой, связь с местом, про которое в ауле говорят «в город уехал», и еще сопричастность к чему-то очень большому и важному. Не про один поселок из тех, что расположено вдоль дороги, больше не скажешь богом забытый. А ведь помнят и про другие регионы. Какие дороги были между Алматою и Астаной? Разве можно проехать или нет? Это были 11 метров, а мы сейчас четырехполосный автобан начали строить туда, в Алмату. Раз. Во-вторых, через Астану, Павлодар, Семей, Ускемногорск – такая же дорога. Алмата, Ускемногорск – там вообще дороги нет, разбиты все. Алмата, Актюбинск – Атрау, от Атрау уже дорога есть, в Ахтау, и от Атрау – в Астрахан. Для того, чтобы его строить, нужен щебень, нужен металл, нужны рабочие руки, нужны механизмы, стекло, ну, что хотите, продолжайте. Вся эта промышленность начинает развиваться. Малый бизнес возникает, есть возможность всем подключиться, работать, и это все объемы денег для Казахстана. Создавая полноценные транспортные коридоры с севера на юг и с запада на восток, нельзя было оставлять огромное белое пятно в самом центре страны. Этот регион в советское время не вписывался в концепцию «все дороги ведут на север», и, возможно, потому каких-либо магистралей, в первую очередь, железных, здесь не было. Даже на карте тут как будто чего-то не хватает, а вот так – другое дело. Перенос этих линий с географической карты в степи центрального Казахстана стал еще одной великой капиталистической стройкой. Говоря об этом проекте, можно сказать, что он имеет огромное значение для всей транспортной системы евразийского континента и большую выгоду для Казахстана, повышение его транзитного потенциала, экспортного потенциала. Уже по итогам этого года мы видим, что доходы от транзитного гроза потоков составят 25%. Это дополнительные доходы, которых раньше не было. Эту железную магистраль строили ударными темпами в ритме «догоним и перегоним». Весь проект – тоже стратегический замысел – решал сразу несколько задач. Создавал еще один путь на север и дальше в Европу, упрощал жизнь жителям казахстанских регионов, дорога избавляла от необходимости делать крюк при путешествиях и, конечно, победа республиканского значения. Сразу два города перестали быть тупиковыми станциями. Если уж все это часть президентской транспортной стратегии, то кому же еще открывать новую дорогу? Мы помним, как БАМ на участке 350 километров стала всесоюзной стройкой. Мы все шумели, каждый день кричали, орали со всех средств массовой информации. А эта дорога строилась без шума, гамма, но наибольшими темпами, чем когда-либо. Поэтому успешное завершение – большая радость. Чаще всего депрессивный город – это приговор. В Жизкозгане живут, конечно, оптимисты, но все прекрасно понимали. Месторождения меди истощаются, а добывающая компания здесь – это градообразующее предприятие. Казалось бы, впереди ничего хорошего. Железная магистраль, которая приходит сюда из Караганды, а отсюда уходит в Беневу, это на западе страны, одномоментно изменила статус города, где раньше заканчивались все дороги, куда без крайней необходимости, и приезжать-то смысла никакого не было. Сейчас-то важная транзитная точка на пути из Азии в Европу и обратно. С открытием этой дороги регион даже стал чаще фигурировать в теленовостях. Еще несколько лет назад и рассказывать-то было, в принципе, не о чем только криминальные сводки. Теперь тут появился смысл что-то строить – от предприятий до жилых домов. Как и во всех других случаях, 1200-километровое железнодорожное полотно полностью изменило экономический уклад жизни целого региона. Сразу в нескольких областях железная дорога стала самым престижным местом работы. Вот возьмем только одну дорогу, две, которые построили в очень короткое время. Харгос, Алмата, Джетвен, или Джесказган, Бенио. В общей сложности это полторы тысячи километров эти дороги. Они прошли по самым безлюдным степям Казахстана. А это десятки железнодорожных станций, разъезды, железнодорожные поселки. Это тысячи людей найдут работу там. И безжизненный степь начинает жить. То есть здесь можно долго рассказывать, настолько важна была нам эта работа. Потому и объявлена новая экономическая политика Нурлужол. Путь в будущее для того, чтобы нам связать сетью, центр со всеми регионами страны. Железные дороги Аркалык-Шубарколи и Джесказган-Бенио сократили трансконтинентальные грузовые маршруты сразу на тысячу километров. В международной логистике, где каждый лишний метр и каждый лишний час имеют значение, это вообще меняет всю схему перевозок. Бескрайние степи центрального Казахстана теперь тоже неотъемлемая часть нового шелкового пути. А на маршрутах больших торговых караванов никогда не бедствовал ни один город. Допустим, стоимость жилья выросла в десятки раз. Только от того, что рядом проходит железная дорога, рядом проходит инфраструктура. Действительно, это раньше были аулы, они отдаленные от крупных населенных пунктов, но сегодня это уже не является они отдаленным, они находятся вдоль стратегического коридора. Эти новенькие локомотивы тоже сделаны в Казахстане. Пока одни специалисты строили железные дороги, другие решали вопрос, что по этим дорогам будет ездить. Еще в 2009-м, когда в Астане открывали совместный с американской General Electric завод по производству тепловозов, проект казался прожектом, мол, ленточку перережут и забудут. Но завод заработал, рядом появился еще один, там собирают электровозы. И уже сейчас на просторах Казахстана можно услышать губки примерно 250 таких аппаратов. У нас огромные территории страны, железнодорожная сеть очень длинная, и электровозы эти очень нужны. Я считаю, это радостное событие, потому что в Казахстане начинается производиться совершенно новая, доселе непроизводимая продукция. Нам удалось в целом создать новую отрасль, которую раньше не было в экономике Казахстана. Исторически все же железнодорожная машина находилась на территории России и Украины. Даже сейчас, в эти годы, в годы независимости, нам приходилось стоять в очереди за продукцией. И зачастую эта очередь, она не была первой. Но вот мы, по сути дела, освоили производство всех видов подвижного состава. Это и все виды локомотивов, грузовые, пассажирские вагоны. Эти же локомотивы теперь могут тянуть составы на еще одно стратегическое направление – к Персидскому заливу. Для этого тоже все предусмотрели. Стройки века шли не только на востоке и в центре страны. Здесь, на западе, у Каспийского побережья, тоже кипела работа. Магистраль, ведущую из поселка Узень, к границе с Туркменистаном открыли в мае 2013-го. Последние гайки на рельсах закручивали главы соседних и теперь крепко связанных с железной дорогой государств. Первые локомотивы, которые пошли по этой дороге – те самые с Астанинского завода. Впрочем, совсем далеко они уехать не могли. Это для пригородных поездов, которые тут же запустили по вновь построенной ветке, есть все, что нужно. Стальной путь, станции и пассажиры. Для грузовых составов необходим оперативный простор. То есть дорога, чтобы закончиться в портах Персидского залива, должна пройти еще и под Туркменской и Иранской территорией. Политических препятствий, да и каких-либо других, для этого уже не было. Три президента обо всем договорились еще в 2007 году. Сначала бывают переговоры, потом решения. Вот по этой дороге, где мы сейчас находимся, Казахстан, Туркменистан, Иран, ведем переговоры с третьим президентом Ираном. И вот результат долгих, нерешенных. Тут вклинился кризис, возможности не было, наконец взялись. Непростая задача. Тысячи километров, представляете? Значит, тысячи километров от Казахстана, Туркменистана до Бандерабаса. А это самый наш рынок. Если говорить о транзите, зарабатывание через транзит имеет исключительное значение. Как только мы построили дорогу от Чазгазгана до Каспийского моря, построили вот эти автономные дороги, транзит из Китая вырос на 245 процентов, заметьте. А вот эта дорога только, когда с Туркменистаном соединились, перевозка грузов в Туркменистан от Казахстана поднялся на 40 процентов за 9 месяцев. Представляете, какие большие перспективы? Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран должна была открыть странам Евразийского экономического союза кратчайший путь на Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. А десятки государств получали прямой сухопутный доступ на рынки Китая, Центральной Азии, России и Европы. Строительству этой дороги не помешал ни один финансовый кризис. Уж слишком она была важна. Результат тех межгосударственных соглашений теперь можно увидеть, по нему можно пройти, но самое главное, по нему можно проехать. Всего за несколько лет сухой текст официального договора превратился в полноценную железную магистраль, где каждая рельса буквально стратегического значения. И все снова как сто лет назад при большом скоплении светской, сельской и рабочей публики в торжественной обстановке произошла стыковка рельсов, которые шли с севера, с рельсами, которые шли с юга. Здесь, на границе Ирана и Туркменистана, запустили движение по дороге, которое вывело Казахстан к последнему ранее недоступному морю. Редко на каком событии, если это, конечно, не крупный международный саммит, можно увидеть сразу трех глав государств. Но президенты Казахстана, Ирана и Туркменистана больше, чем кто-либо понимали, что значит эта дорога для всего региона. Потому и открывали ее вместе. Все три страны становились незаменимы для мирового транзита товаров. А для Казахстана еще никогда не была так близка и так доступна важнейшая мировая логистическая точка – Персидский залив. Меня особенно радует, что, наверное, сельхозники будут нашей рады, что мука, пшеница восторгована именно по этому маршруту. Весь государство Персидского залива, наши потребители, сам Иран наш потребитель, и мы имеем прямую короткую дорогу. Когда мы меньше расходуем на плечо транспортировки, больше зарабатываем денег. Для наших аграрников это очень большой подарок. Железные автомобильные дороги – это еще не вся транспортная сеть, одновременно с наземным строительством. Казахстан развивал еще и авиационные маршруты, а кроме того создавал разветвленную систему трубопроводов. К 91-му году республика имела лишь один экспортный путь. Все на то же российское направление. За 20 лет ситуация полностью изменилась, и каждый новый трубопровод – это тоже грандиозная стройка таких. Великой степени случалось со времен первых советских пятилеток. Сегодня Казахстан создал многовекторную нефтетранспортную инфраструктуру, которая позволяет поставлять нефть как в западном направлении на рынки Европы, Черного и Балтийских морей, так и поставлять нефть на огромный рынок Китайской Народной Республики. Тысячи километров новых железных и автомобильных дорог, собственные терминалы в зарубежных портах и сеть трубопроводов – это не просто одновременно и каркас экономики, и ее артерии. Это результат тяжелого труда тысяч людей и основу благополучия миллионов граждан. Чтобы выбраться из континентальной ловушки, которая обрекала Казахстан на отсталость и отставание, в стране совершили почти невозможное. Вот если посмотреть на карту, то видно, что Казахстан прорубил себе окна практически во все стороны света. Означает ли это, что Казахстан уже, в принципе, может почивать на лаврах и получать дивиденды с уже сделанного, а сделано немало? Или все-таки конечная станция, вот ваша транспортная стратегия, она еще где-то там дальше? Никогда не надо останавливаться. Во-первых, нам надо развить хороший транспорт морской по Каспийскому морю. Мы развиваем порт Ахтау, мощный будет порт, и порт Курык, там будут строиться корабли, и самое главное, будет строиться настоящий мощный паром, которого на Каспийском море ни у кого нет, который будет перевозить железнодорожные составы, фуры с грузами и автомобили. Сейчас объявленная мной новая экономическая политика – это не только инфраструктура, это и восстановление ЖКХ всех, это строительство жилищное, это развитие малого-среднего бизнеса. Все это требует, чтобы дороги наши работали. Это очень большое дело. Я считаю, что транспорт, коммуникация – это по-настоящему кровоносные сосуды любой страны. Еще предстоит огромная работа, чтобы нам до конца все довести, и будет приятно людям ездить, это одно, экономика будет развиваться, это второе. Казахстан – не просто самое большое государство планеты без прямого выхода к морю. Страна удалена от мирового океана на максимально возможное расстояние. Но всего за полтора десятилетия этот стратегический тупик удалось преодолеть и занять важное место в мировых товарных перевозках. Транспортные коридоры теперь связывают Казахстан со всеми морями – на севере, юге, западе и востоке. Это железо, асфальт и бетон, в которые десятки тысяч людей вложили силы, умения и даже чувства. В стране будут приходить и уходить поколения, но дороги останутся навсегда. Статус участника большой транспортной игры страна уже получила. И это главная экономическая победа последних двух десятилетий. Настоящий незыблемый фундамент независимого Казахстана. Казахстан 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 Казахстан